МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имя Итан Патц. Возраст 6 лет. Был одет шляпа, рубашка, джинсы и кроссовки. Все синего цвета. 25 мая 1979-го вышел из школы домой и исчез. Это одна из самых известных истории о пропавшем ребенке, которая закрепила в календаре памятную дату – День пропавших детей. Сегодня его ежегодно отмечают в 22 странах мира. Как раз в день исчезновения 6-летнего американского мальчика 25 мая. В память о тех детях, которых не удалось спасти и которых ищут до сих пор. В этом выпуске специального репортажа истории четырех тамбовских семей, в дом которых пришла настоящая беда. История о тех, кто потерял детей, но не теряет надежды. К 8 апреля 2011 года моя дочь вышла из школы в 2 часа дня, приблизительно, и не вернулась домой. Перекусить буквально на ходу, взять учебники и к репетитору. По пути планы 13-летней Тани Кошириной из Жердевки что-то меняет. Родные начинают бить тревогу сразу после того, как девочка не появляется дома. Таню разыскивают несколько дней чуть ли не всем городком. Подключаются следователи. На пятые сутки приходит страшная новость. Механизаторы, вышедшие на работу в поле, нашли тело девочки. Отсюда до дома подозреваемого около 15 километров. Около двух километров до ближайшего населенного пункта – Цветовки. По одной из версий убийца оставил автомобиль у дороги и перенес тело девочки на поле. Это сейчас, спустя 11 лет. Нина Коширина почти без сомнения говорит о том, что преступление в отношении ее дочери, а речь об изнасиловании и убийстве, совершил хороший знакомый ее семьи. Непьющий, тихий и даже скрытный мужчина неподалеку жил и частенько бывал в одной компании с Коширинами. Вместе отдыхали, праздники проводили, ездили на море вместе отдыхать, кстати, на их машине. И очень дружественные и доверительные отношения были между нами. По версии следствия, подозреваемый якобы предложил девочке поздравить его сожительницу. Та 8 апреля как раз отмечала день рождения. Какой трагедии обернулось это приглашение, стало понятно почти сразу. А вот доказательства преступления пришлось собирать буквально по крупицам. На очень много было людей, допрошено, практически каждый житель нашего маленького городка. Это продолжалось в 7 лет. Потом, через 7 лет у нас сменился следователь. И был назначен новый следователь Желудкова Наталья, который дело закрыл благополучно и положил на полку. Это в Тамбове. После чего я наконец-то добилась аудиенции, личного приема у Бастрыкина Александра Ивановича, который выслушал, то есть мое мнение и мнение следственных органов города Тамбова. Дело взял под свое руководство. В течение года московские следователи работали в Жердевке. В 2019 году подозреваемого поместили под стражу. Однако, как утверждает Нина Коширина, дело ее Тани тут было ни при чем. В ходе следствия якобы выяснилось, что мужчина пытался изнасиловать другую несовершеннолетнюю. Осенью 2019 года главный подозреваемый в убийстве Тани Кошириной скончался от сердечной недостаточности, не выходя из СИЗО, но успев дать признательные показания. Они и другие доказательства вины легли в основу дела, которое сейчас, спустя 11 лет с момента исчезновения малышки, начал рассматривать Тамбовский областной суд. Я бы хотела, чтобы ни одна мама больше не испытала того горя, которое пришлось испытать мне, мне выпало на мои плечи, всю скорбь, которую я переношу. Вот это комната Сергея, в которой он проживал. 6 лет, конечно, сейчас здесь уже никто не проживает, но я все равно стараюсь поддерживать здесь, жду его, надеюсь, что мы найдем, и он вернется. Вот фотографии Сергея. Здесь он еще маленький фотографировался. Здесь вот они с отцом, мы старшего сына в первый класс провожали. Отца, кстати, тоже уже нет. После того, как пропал Сергей, он через две недели тоже умер. Вот. Не выдержал сердца. Вот. А это вот они с мальчиком, тоже Сережа, два Сережи. То есть друг, которым они учились с первого класса, вот даже они сидели за партой, и с которым вот он был в последний момент, когда пропал. 2016 год. Вечером 29 апреля 17-летний Сережа Павликов из села Каменка Ржаксинского района вместе с другом выехал на мотоцикле в соседнее Волхонщино. Известно, что товарищи отдыхали в местном клубе, после чего отправились в гости к родственникам друга Сергея. Мысли о том, что было дальше уже шесть лет, терзают Людмилу Павликову, мать юноши, который не вернулся с той прогулки до сих пор. Утром Сергей, его друг, пришел, а наше до сих пор местонахождение неизвестно. Я звонила всю ночь ему, телефон у него был недоступен, отключен. Вот. Я сразу же начала поднимать панику, тревогу, конечно. Мы приехали на это место с родственником, проезжали в село Волхонщино. Нам друг сказал, что они расстались вот где-то примерно вот здесь. Позже поля и заросли вдоль дороги, соединяющие два села, родную для Сережи Каменку и Волхонщина, еще не раз обойдут, объездят и даже осмотрят с воздуха в поисках хоть каких-то следов, которые бы указали на то, что случилось с парнем в апрельскую ночь 2016-го. Родные, волонтеры, полиция, следователи. Дело открыли спустя 30 суток. Я, конечно, очень удивилась. Ну, следствия свои на это ответы есть. Они сказали, что мы ждали, пока всплывет тело в реке. Я жаловалась везде, где могла. Добилась, дошла до Бастрыкина Александра Ивановича. Дело взял он под свой контроль. Сейчас дело находится в Тамбовском следственном комитете. Ну, следователи ездят периодически, да, они ищут заброшенные дома. Осушили часть реки за это время. Вот, ну, ни останков, ничего там не найдено. В качестве основных подозреваемых, по словам Людмилы Павликовой, в деле фигурировали друг Сергея, его сестры и братья. Этот парень из многодетной семьи. Но, судя по всему, никаких существенных зацепок. То есть, вот этот дом, где был Сергей в эту ночь с 29 на 30 апреля в 16 году. Тут же во дворе была найдена его кепка. И люди, хотя жители Волхончина говорят при опросе, что здесь, может, кто-то что-то видел. Все говорят, мы ничего не видели, мы ничего не знаем. В какой-то момент в деле появлялись свидетельства, что ночью Сергей заходил на склад, где хранится зерно, и просил его подвезти до Каменки. Однако сторож отказал. К слову, мотоцикл парня нашли где-то в 500 метрах отсюда, в Волхончина. Он был разбитый и брошен. Отчаяться последнее, на что готова пойти мать пропавшего парня. Людмила верит, что ее сын Сережа может быть жив, просто у него нет возможности выйти на связь. Ну, я думаю, может быть, где-то вот берут же в рабство, берут же, есть же у нас такое. Едут двое ребят на машине с рыбалки вечером. Едет навстречу машина, останавливается. Ну, выходит человек нерусский и спрашивает, как мне проехать там, ну, какое-то село называет. Вот. А ты тут что, один? А сколько у вас в машине? И вот таким вот макаром, то есть у нас подозрение на то, что раз Сергей был здесь, была ночь, вот, и он искал машину, то есть он мог к любому подойти и попросить, а уже реакция их не, ну, очевидно, могли затолкать и увезти просто. Вот я думаю так. Ну, я только надеюсь, конечно, что когда-нибудь мы найдем и встретимся. Я Ирина Суслова, мама пропавшего мальчика Суслова Кирилла. На тот момент ему было 17 лет, это было год назад. Эти кадры сняты в мае прошлого года. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» прочесывают село Стёжки Сосновского района. В ночь с 8 на 9 число здесь пропал подросток. К поискам приступили уже утром. Первое, что стало известно. 17-летний Кирилл Суслов возвращался с прогулки с друзьями в дом бабушки, куда приехал погостить из райцентра. Расставшись с товарищами и так и не дойдя до места, перестал выходить на связь. Искали где-то в течение двух недель «Лиза-Алерт», волонтеры. Волонтеры, военные, полиция наша местная. Всё это ввело в следственный комитет города Маршанск. Всё это продолжалось в течение месяца. Потом через месяц отдали дело в особо важный отдел. Город Тамбов, в следственный комитет. Ну, тоже работали они долго, конечно, но всё эти поиски продолжались всё на одном месте. Искали, как бы, Кирилла умершим, утопшим где-то в воде. Даже пруд у нас сливали там в стёжках. Всё это ни к чему не привело. Свидетельства друзей, допросы жителей села. Под подозрения в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье убийства, по словам Ирины Сусловой, попадала даже семья Кирилла. С обысками приходили в дом к бабушке. Никаких следов. В буквальном смысле, сильные дожди, накрывшие район в то время, казалось, смывали надеждой выйти хоть на какую-то информацию о парне. После обращения матери к руководителю Следственного комитета России и к работе тамбовских следователей подключились специалисты из Москвы. Да, вот как раз вот эти вот камыши у нас, буквально 10 метров до дома бабушки, где усиленно ведутся поиски Кирилла. Ну, как вы думаете, вот спустя год, если бы у меня Кирилл здесь находился, всё-таки, если они собираются его найти мёртвым, здесь 10 метров до дома бабушки. Трупный запах шёл бы. Мне кажется, это невозможно. Мои мысли вообще, что мой Кирилл жив, и его могли просто вывезти вот по трассе, по которой он шёл, потому что она у нас сквозная эта дорога. Камер, конечно, там нет, но у нас следствие почему-то даже с первых дней не отрабатывало такие версии, что нужно просмотреть камеры на въезде Тамбова. В такой же ситуации мама Павликова, какова Серёжа Людмила, которого тоже до сих пор не нашли, ищут уже 6 лет. И тоже, как по сценарию, всё идёт, у них тоже ищут его в том же селе. Возможно, здесь вообще орудует банда вот этих преступников, которые причастны и взаимосвязаны с нашими историями. Я до сих пор не знаю, где мой сын, жив ли он или нет. Надежда у меня, конечно, всегда останется, что он живой. Это очень страшно, и никому не пожелаешь. Привет, мой хороший. Мамка опять пришла к тебе. С момента, как Татьяна Чернова из села Бокина, что в Притамбовье потеряла любимую дочь Лизу, прошло уже больше двух лет. Девочка пропала, когда возвращалась из местного ДК домой. Тело 13-летней Лизы Черновой обнаружили на пятые сутки поисков в лесу. Как установило следствие, над ребёнком надругались, затем задушили и закопали. По обвинению в чудовищном преступлении в марте прошлого года Тамбовский областной суд вынес приговор в отношении жителя Котовска. Однако у матери убитой малышки и её представителей остались вопросы к следствию. Основной вопрос в том, что, скорее всего, он был не один. И, возможно, сейчас на свободе просто находятся насильники, убийцы детей. В декабре прошлого года к рассмотрению дела об убийстве Лизы приступил Верховный суд России. Потерпевшая настаивала на том, чтобы осуждённому вменили статьи о похищении и убийстве с особой жестокостью. А дело отправили на дополнительное расследование. Недавно Татьяна Чернова получила судебное определение. Ничего, конечно, за всё это время не добилось. Написали, что у него умысел, у Липатова, был не на само похищение, а именно на убийство и действия сексуального характера. То есть 105-й и 132-й статья. А само похищение здесь как бы ни при чём. Но он же в любом случае совершил эти преступления не на месте, где её догнал. Он же её похитил, он же её увёз. Мы же все это умом-то понимаем. Почему ему всё смягчают? Вообще, моё мнение уже, судя по всему, что происходит в последнее время с детьми, и не только в нашей области, а вообще во всём мире. Я бы хотела сказать, что нужно создавать... Вот существует комитет солдатских матерей, да? Каждая воинская часть их боится. И генералы, и полковники. Вот такой же комитет нужно создавать, только комитет матерей погибших детей. Чтобы потерпевшая мама, вытеряв ребёнка, она знала, куда обратиться, что за неё заступится. Редактор субтитров А.Сёмкин